Часть средств от сборов, билетов, там слово новое, идёт на помощь Украине. Вы знаете, я играл в Берлине у Бранденбургских ворот, и это мероприятие собрало 12 миллионов, худо-бедно, которое тоже пошло на помощь Украине. То есть это ваша позиция, Украине нужна помощь. Но смотрите, Россия варварски, чудовищно, непристойно напала на Украину, одно государство в центре Европы напало на другое. Весь мир молчит и стоит в сторонке, и нервно курит. Вы всерьёз можете считать, что можно общаться с людьми, которые выступают за уничтожение другой страны? Вы всерьёз это считаете? Нет, я не считаю так, но может быть как раз вот вы отказались от того человека. Не было неожиданности, как раз меня это интересует. То есть вокруг вас все люди адекватные. У меня никогда не было фашистов среди друзей. Значит так, даже фашисты. Да, так это и есть фашизм. Уничтожение одной нации и другой по признаку культурной, национальной принадлежности. Это как не фашизм, фашизм. Они психически больные. Но они имеют власть и поэтому они могут уничтожить, задавить танками, посадить в тюрьмы, расстрелять любого человека, которого они встретят на улице. Любого. То есть цели как таковой получается сегодня у России нет. Получается, что просто одержимый человек пустил войска на украинскую территорию просто для того, чтобы удовлетворить какие-то свои амбиции. Имперские замашки. Да. Добрый день, друзья. Не добрый день вам, не другие. Рината Литвинову выложила минутный фрагмент с концерта Земфиры в городе Дубайске. Я дважды пересмотрел, оставлю его в конце. Пытаюсь понять, каков именно так называемый месседж. В чем послание, не разобрался. Но вот на что я обратил внимание в последнем клипе «Родина». Земфиры, текст о том, что она иностранный агент, наговаривает в самом начале именно ее подруга Рината Литвинова. Для тех, кто не слышал песни, я ссылку на видео оставлю в описании. Так вот, насчет иностранного агента. Вот право я, может быть, повторюсь, но я не возьму в толк, почему Земфира – иностранный агент. Андрей Макаревич – иностранный агент. А Борис Гремичков, который открыто признается в том, что он спонсирует ВСУ. То есть спонсирует вражескую армию. Дает концерты, собирает деньги и миллионы им отправляет. Он не иностранный агент. Это загадка для меня. Я не призываю к тому, что вот давайте объявим Бориса Борисовича иностранным агентом. Я вообще считаю, что это пустое и ненужное. Так все, в общем-то, для себя делают вывод, кто там иностранный агент, кто не иностранный агент. Здесь Дугин выступил с манифестом таким лаконичным, что нейтралитета не может быть. Сейчас не может быть нейтралитета. Что рано или поздно каждый должен был взять оружие и пойти на фронт. На ту или иную сторону. Я Дугина всегда делил на 16. Я помню, что впервые с его трудами познакомился 30 лет назад. Как раз в 1993 году к нам в редакцию «Нового взгляда» привел Эдик Лимонов. Я охотно публиковал статьи Дугина. Но мне всегда казалось, что вот он перебирает условно. Но здесь вот в данном случае я не могу не согласиться. Действительно не получится. Не получится вот где-то посередине зависнуть. Надо будет определиться. И у меня опасение, что многие определились для себя. В той страте, которую Маргарита Симоняна обозначает словосочетанием «Московские гостиные». Они определились. Просто они не говорят, а сторону-то они выбрали. Это иногда... Вы знаете, как с тараканами. То есть, имеется в виду, что там есть тараканы, но когда ты их не видишь, не очень много. Если на кухне ты вдруг замечаешь тараканы днем, значит, что их уже очень много. Что они уже не помещаются в этих вот своих там норочках и щелях. Это я к тому, что вот таким тараканом вот был скандал с зятем министра обороны, который лайкнул пост Юрия Дудя, где тот называл войну бессмысленной и ненужной. А потом еще в полемике всех тех, кто выступает за специальную военную операцию, назвал за это быдлом. Вот я так понимаю, что наша элита, в общем, вода и считает поющих за это быдлом и уж тем более поддерживающих. Как Хакама даже недаром заявила, опять же ссылку оставлю в описании, что те, кто не смог уклониться от мобилизации, это идиоты. Просто вот это же очень симптоматично все, не просто так это говорится, эти бросы, они не на ровном месте возникают. Это все война, информационная война, но это не нейтралитет уже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Отношение Макаревича к термину победобесия. Мне кажется, что этот праздник очень важный, очень серьезный, и надо к нему относиться деликатно, прежде всего, с уважением. Не надо бить в литавры, не надо надувать щеки. Мы, лично мы, очень мало имеем отношения к этой победе. Это прежде всего день памяти тех, кто отдал свои жизни за эту победу, за то, чтобы мы сегодня жили в свободной стране. Поэтому, я считаю, что прежде всего, это день поминовения. Это не значит, что надо одевать на себя траур, лить слезы, нет. Но все равно, это главное. Пусть это будет печаль светлая. Но мне вот ужасно интересно. Ну, сколько лет мы еще будем парады устраивать? Вот скоро уже этому празднику будет столько, сколько в Бородинской битве. Мы же пушки на лафетах не возим 1812 года. Французы день падения Бастилии празднуют до сих пор, хотя там прошло лет-то до сих пор. Молодцы. Но у них это все гораздо более легковесно выглядит. Конечно. Вы знаете, для того, чтобы финишировать в первой части нашей беседы, которую я планировал, условно говоря, семейную, а получилось проработать, я хотел бы все-таки, чтобы вы разъяснили, что вы понимаете под словом пропаганда, потому что вы вкладываете в это слово явно какой-то уничижительный смысл. А вы-то нет. Я считаю, что пропаганда – это... Вы знаете, это все равно, что вкладывать уничижительный смысл в слово винтовка или оружие. Пропаганда – это оружие. Я как считаю, ну хорошо, если вы не считаете, что это ваше, я считаю, что это мое оружие, просто здесь ведь все зависит от того, в чьих руках оружие, против кого оно направлено. Поэтому я хотел все-таки понять, как вы понимаете это слово. Что для вас является негативной составляющей этого термина? Я посмею себе предположить, что здесь вы, возможно, неправы. И, возможно, это ваше личное, такое исключительное. И вы тут в подавляющем меньшинстве, если вы считаете, что слово пропаганда не больше отрицательного оттенка, чем слово винтовка. Я не знаю ни одного человека, который по добру, по здорову, ну кроме как с большой иронией или сарказмом сказал бы, я занимаюсь пропагандой. И я знаю много людей, которые с удовольствием говорят, я умею обращаться с винтовкой, я военный, вот мое оружие – винтовка. Пропаганда исторически за десятилетия напиталась отрицательными коннотациями и, безусловно, их несет в себе до сих пор. Пропаганда звучит как обвинение. И все люди, которые используют это слово, практически все люди, имеют его именно так в виду. Вот, если я ответила на ваш вопрос, то я отвечу так. Хорошо. Во второй части беседы мы не будем говорить пропагандой. Вообще, видимо, я постараюсь не говорить про работу. Ура! Субтитры создавал DimaTorzok